Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Сегодня хочу поговорить о ценерарии. Ландшафтные дизайнеры настоятельно рекомендуют выращивать в каждом саду это растение, потому что это растение многофункциональное. Во-первых, его можно использовать для оформления бордюров, клумб и робаток. Цветники с таким оформлением становятся очень стильными. Во-вторых, ценерария создает прекрасный фон для ярко цветущих растений или подчеркивает красоту неброских цветов. В-третьих, это одно из тех растений, которые ценятся не за цветок, а за необыкновенно красивые серебристые резные листья. Если ценерарию посадить плотно на большом пространстве, то она будет выглядеть как большой пушистый пепельный ковер. И высоту этого ковра вы можете сами регулировать в соответствии с вашими предпочтениями. В-четвертых, если у вас есть большая орнаментальная клумба, и вы посадили цветочные композиции с негармонирующими тонами. Ну, бывает так. Мы же сажаем растения не всегда, те, которые уже зацвели. В таком случае между ними высаживают узкую полоску ценерарий шириной 10-15 сантиметров. И такая полоса, с одной стороны, может нейтрализовать невыгодное расположение этих тонов, сгладить контрасты, а с другой стороны, подчеркнуть какую-то деталь рисунка клумбы и объединить в целом композицию. Во как! Ну и в-пятых, в ценерарии очень неприхотливое растение. Его легко выращивать из семян, и в дальнейшем оно не требует какого-то особенного ухода. Кстати, бывали случаи, когда ценерарии у меня зимовали в грунте, если оказывались рядом с розами, и их укрывали вместе с этими розами. Есть и шестой пункт. Когда осенью, после первых морозов, однолетники замерзают и прекращают свое существование, ценерарии остаются в цветниках невредимыми. До тех пор, пока снег их не прикроет. Ну и сейчас быстренько приступим к посеву. Да что ж это такое! Семена у ценерарии мелкие, значит их можно сеять по поверхности. Причем посевы можно проводить до конца марта. Как правило, для посева семян я беру покупной грунт с нейтральной реакцией. Если есть растения, которые предпочитают кислую почву, то производитель, как правило, на упаковке об этом предупреждает. Грунт просеиваю. И для такого вот контейнера потребуется примерно 300 мл грунта. Добавляю примерно 1 ложку вермикулита. Нет. Грунт разравниваю. Да что ж с тобой делать, а? Слегка уплотняю, увлажняю. Семена аккуратно высаживаю в 2 рядочка. Ну, аккуратно, как получится. Слегка прижимаю пальчиком. Больше не поливаю, закрываю крышкой. И оставляю при комнатной температуре. Сходы появятся через 1-2 недели. А у меня на сегодня все. И я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Субтитры сделал DimaTorzok